Совсем забыл добавить то, что мы обсуждали по поводу Васила. К Василу, я считаю, нет никаких претензий, потому что он воспринял информацию с наших слов. Так что смысла обижаться на него нет. Я так полагаю, что мы перед Василом тоже неправильно поступили, что с ним эту инфу-торопрессию. Извините, я его уже объяснял. Я его уже объяснял. То, что человеку было очевидно, что я в принципе мог такую хуйню взять и сделать, а он это проинтерпретировал именно так. То есть равно как и Вивор. Это как бы говорит о некоем отношении ко мне, которое было до этого. Понимаешь? Ну они не поняли просто. Они нас не поняли. Нет, получив какие-то устные показания о том, что якобы произошло, человек не будет их воспринимать как истину в последней инстанции. Так не работает. Ну на эмоциях все что угодно. Но на эмоциях... Ну ты вчера на эмоциях как... На эмоциях... Подожди, на эмо... А откуда у него такие эмоции? Что это такое? Ну... Откуда? Эмоции были. Что это за эмоции были, из-за которых вот он услышал что-то, к чему он не имеет никакого отношения, как он до этого говорил на стриме. Что у него нет мнения по этой сходке. Что он скорее желает, что она пройдет хорошо, нежели плохо, но в целом ему все равно. Так, так. То есть какие такие вот... На каких таких эмоциях он был, что вот услышав устные показания, нескольких человек, ну по сути дела... Ну он подумал, что нас обидели. Но это не так. Умыш преднамеренно обидели. Чего? Преднамеренно, преднамеренно обидели. Ну да, он подумал, что преднамеренно обидели. Я. Ну, как бы... С твоим участием. Ну, видишь, не так оказалось. Ну... You can say that again. Да, есть. А как насчет проверить, блядь? Или подождать? Нет, дело не в предвзятости к Иванову. Дело в предвзятости ко мне. Предвзятости к Иванову много у кого, блядь. Иванову похуй, если что. Да, во-первых, похуй, и во-вторых... Да, мы заметили. У него специфическая манера, типа, ведения дискуссий в интернете. У Иванова работа делать людям больно и деньги отнимать, блядь. То есть тут... Продюсер это не конкурс красоты, если что. И еще поправка на возраст, я добавлю. То есть, поэтому... Поправка на Харви Вайнштейна, это лучший человек в нашем бизнесе, блядь. Охуенно. Ну да, пример-то лучше не бывает. Осуждаем категорически Харви Вайнштейна, блядь. Ну, там грозь-то Оскаров, блядь. Просто Оскар наебан, нагнут, блядь. И Оскары выдавались туда, куда хотел Харви Вайнштейн, блядь. Я не к тому, что для меня это пример для подражания. Я разочарован. Потому что нормальному продюсеру женщины должны давать добровольно, блядь. А не вот эта вот хуйня. Ну, слушай, дослуги. Пишет, секунду, вот Хабиб пишет. Васил до сходки говорил, что ему не нравятся взгляды маргинала и что ему неприятен продюсер. Секунду. Не нравятся взгляды маргинала. А, блядь, видимо, Звонову пиздец, как нравятся мои взгляды нам. Просто вот, блядь. А как Звонову нравятся мои взгляды, блядь? Человеку, который, блядь, ходит к облачу на разведопросы, блядь. Это же вообще огонь, блядь. Который, блядь, напугал зануду случайно, блядь. Чуть не убил, блядь, мою хостес, блядь. И чуть не сломал спину медику, блядь. Эти замечания немного мимо, но ладно. Сейчас было про другое. Ну, блядь. А я, блядь, про свое. Я сказал, что я выкину нахуй того, кто будет драться, блядь. И не выкинули. Ну, потому что это вип-гость, и получилось его уговорить. Ну, и там, понимаешь, там еще-то притык было. То есть, была ли это драка действительно? Да, конечно, не была драка, блядь. Просто, ну, просто когда два пьяных человека, или один пьяный человек, будем так сказать честны. Товарищи спарринг. Да, толкает один другого. Можно не рассчитать, да? Спарринг. Ну, слушай, ну, давайте, давайте все-таки тогда все договорим. Ну, а нахрена было Егора и госпожа так-то? Да пошли они нахуй, блядь. Да они же ничего не сделали тебе. Да они, блядь, продолжают про меня хуйню говорить. Ну, мне, блядь, это одно сделали, и я считаю, да. Ну, и в чем там было оскорбление? Ну, блядь, там... Ну, я считаю, меня оскорбили, вот. Если вот про людей, которые были на этой сходке, я считаю, ну да. Возьми просто хайлайт на канале Конференция Жмелевского, там 16 минут всего, мне хватает, в принципе, одного этого хайлайта, на самом деле, я весь стрим не смотрел. То есть, ну, типа, как бы, всего мне... Ну, они услышали, слушай, ну они же услышали твою реакцию на пост погрома, то есть, ну, что ж ты про них говорил? Пост погрома, если что, пост погрома существовал до моей реакции на вышеозначенный пост погрома. Ну, и в чем там была такая реакция? Ну, да, там было написано про то, что кринж, но у каждого свое мнение на этот счет. Да, заебись, только чувак, который не был даже на сходке, на большую аудиторию, говорит, что сходка нахуй провалилась. Что там было сплошное говно. Я перефразирую, но по факту так. А зачем ты перефразируешь? Там не было именно так. Я перефразирую за тем, что я нету, блядь, не Дастина Хоффман, нахуй, блядь, и я как бы, как персонажи звали, я не человек дождя, короче, блядь, я не могу... Есть другая роль Дастина Хоффмана. Что какой-то ебаный хуесос в интернете, блядь, высрал. По факту, что там написано было, по смыслу, что сходка говно, как бы, в принципе, и, ну, все то же, что, ну, то же, что Стас примерно написал, только меньше слов. То есть, вот, один в один. То есть, можете взять. Не, один в один, но... Стас обиделся на то, что был человек, на него похуй. Стас охуенин. У меня нет претензий к Стасу. Согласен. Причем оба. Касательно его реакции на сходку. Потому что Стас меня хейтит уже больше года, блядь, открыто. Можно я про Стасу скажу? В отличие от некоторых членов маргинальной конференции, мы не будем сейчас тыкать пальцем. Стасой, как просто, сделал для рекламы сходки, для ее раскрутки, для того, чтобы она состоялась. И те, кто пришел на нее, неважно, платно, бесплатно, получил то удовольствие, которое он получил, больше многих, назовем это так, Стас... Еще даже в этом микроавтобусе получил удовольствие. Респект, блядь, гуярь еще, блядь. Не, ну, смотрите, я вот даже открываю. Единственное, что пишет Егор, это то, что, ну, это было фрик-шоу и то, что бывают неудачные дни. Ну, давайте по-честному. Человек с голым торсом в трусах и в ермолке, который ползает по полу и кричит «Грязные гои», ну, в этом все-таки есть существенный элемент фрик-шоу, разве нет? Да, но про неудачные дни... Ведь это специальный такой трэшовый жанр. Да, чувак, там, ну, тебе надо реально это объяснять, блядь, сейчас. Ну, давай. В контексте, блядь, мнения погрома, его прогнозов предыдущих, его мнения, блядь, про Иванова, его мнения, блядь, про, значит, мою популярность, про меня, про мои способности в плане, там, личного общения и так далее, да? То есть, в контексте его охуительных прогнозов, вот эта вот срань про фрик-шоу и про бывают неудачные дни, оно переводится однозначно в то, что он имеет в виду, что сходка провалилась. Для любого человека, который прочитал этот пост. Не знаю, для меня это не означало просто потому, что, ну, он называет это фрик-шоу, ну, это как один из жанров. Можно я скажу? Фрик-шоу, овость, кто такого? Я хотел бы сказать пару слов про погрома. Значит, оценочные суждения на тему провалилась сходка, не провалилась. А вы человек, который не делаете оценочные суждения, когда нужно? Можно я договорю? Да, договаривайте. Спасибо большое. Так вот, это личное дело каждого. Человек, который там... Мнение, оно как дырка в жопе, оно у всех есть. Мы живем в свободной пока что относительно стране, его можно выражать. Вопрос про откровенный пиздеж. Откровенный пиздеж. А в чем он был? Лично я смотрел... Половину мы досмотрели, да? Я досмотреть смог только до тейка про квантум-дозайна. После чего я сразу стал искать телефон, блядь. Потому что в этом месте, блядь, у меня жопа уже просто взорвалась, блядь, на десять тысяч маленьких жоп, блядь. Да. Значит, слушай, а вот вопрос в стиле Лилы. Да. Как бы, что лучше? Трахнуть одну большую жопу или десять тысяч маленьких жоп? Лучше выебать всех. Я не очень сейчас понял. Так а в чем аргументация то, что... Я сейчас договорю, да? Заявление в вашем присутствии о том, что это был петушиный угол, Заявление... Что за ложь? Я не говорил, что это был петушиный угол. Я лгу? Я не говорил, что это был петушиный угол. Я говорю сейчас не про вас, а про госпожу М, насекомочка. Ну, тогда это было... Сейчас включить это видео, где она это говорит. Но зрители мои, свидетели, с которыми мы сидели на стриме, и даже на стриме обсуждали то, что... Ну, так оно и будет, и мы пойдем гулять по... То есть он устроит, простите, за... Начну в Москве, но слушай... У петушиный угол он устроит. Ну, дело в том, что... Дело в том, что, понимаете, я этого ожидал. Речь шла про претензии к погрому и госпоже М, нет? Про претензии к погрому и госпоже М, да. Но после чего... Ну вот, вот люди включают эфир. Да похуй, когда! Этого просто не было. Не было петушиного угла. Если бы я хотел сделать петушиный угол, я бы его сделал. Допустим, вы кулака вымашите после того, как... Я бы его сделал во Владивостоке, блядь. Я его... Где там Бибинь живет, блядь? Ой, хвосткий. Я забыл, блядь. Ну вот и не нужно, напомните. Я Бибину подробно обсуждал, объяснял, как будет выглядеть петушиный угол в ебаной Германии, где он там, блядь, живет и где он там учится, блядь. Не было этого, это раз. Бургеры вы заказали. Это не было под ебкой. Это не было какой-то хуйней. То есть это было хуйней, но эту хуйню придумали вы. Так а к ним-то какие претензии? Ну к нам претензии предъявляются. Кому к вам, блядь, Егора, обсуждаем? Алло. Ну? Погрома обсуждаем с госпожой Эм. Вы там были, нет? Был. Ну, она это говорила. Ну, претензии ко мне. Заебись. Потому что... Претензии ко мне. Потому что, когда госпожа Эм спросила про бургеры, я воспринял его вопрос чисто технически. Были они или нет? Если это... Если вы восприняли это как намек, да, на то, что вот это и показывает отношение к нам. Ты меня спросил про погрома. Про то, как там все нормализуется охуенно с ним или нет. Эта ветвь сейчас диалоговая началась с твоего вопроса про погрома. Не про претензии к тебе, а про претензии к погрому. Мы обсуждаем, блядь, позицию их двух. То есть мы даже уже не про то, что ты там не стал дезавуировать что-то там, блядь, прямо на месте. Уже хуй с ним. Это уже обсудили. Погром, блядь. Ты про него сам спросил перед этим. Да. Это был ответ на вопрос. Реакция на его пост в Дискорде или где он написал это? Погром дохуя договорил еще до того, как вообще что-либо состоялось. А вы то есть 6 марта не договаривали очень много чего про то, кто будет здесь сидеть. Что я не договаривал? Что, блядь, что я вам сраные бургеры заказываю? Про то, что у кого-то будет отдельный стол, который будет незащищен. Это лучший выбор. Вы платили, блядь, которые должны были заплатить? Ну, секундочку. Мероприятия со сбором денег все платят, блядь. Вы хоть раз бы это сказали? Конечно, сказали. Вместе с Анатолием было объявлено. Это особый стол. 25к, 25к плюс 6к. Нет, блядь. Подтверждаю, было объявлено, что особый стол, там у него будет отдельная цена. Там продаются места за столом, которые могут купить донатеры. Стол будет, блядь, защищен. Нахуй вы там сидели, если вам там не нравилось? Звону взял да пересел. Блядь, попросили стол себе. Попросили бургеры, блядь. Блядь, сами на себя обиделись. Ушли, блядь. И погром теперь пиздатый чувак. Да я не понимаю, какие претензии к нему, да? Я с погромом поговорю. Я не буду с погромом говорить. А я поговорю, но не здесь, блядь. Да как нему-то какие претензии, реально? Водяное перемирие кончилось, чуваки, блядь. Мне нихуя не интересна, блядь, позиция погрома по какому бы то ни было вопросу теперь абсолютно. Я просто его в рот ебал, я не буду с ним общаться. Секунду, блядь, уже похуй, блядь. Кроули пишет что-то, блядь. Ты шитпостил в отношении погрома до того, как увидел хайлайт. Шитпостил, в смысле, блядь, где я шитпостил, блядь? Но мы в момент стрима увидели... Блядь, и ты расширена очень, либо используется слово шитпостить, блядь. Шитпостить это постить, блядь. Это посты имеются в виду. Там слово пост, он не случайно. Нельзя, блядь, ты, 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 наверное, имеешь в виду, что там гнал, блядь, или еще что-то в этом роде. Но слушай, ты... Еще до того, как мы стали это обсуждать, ты называл его тупым ПТУшником из Владивостока. Пост. Это из-за поста. Да из-за поста что там такого? Ну, зачитай. Я объяснил уже. Я уже объяснил. Из-за того, что он назвал, это фрик-шоу. Во-первых, фрик-шоу. Во-вторых, про неудачные дни. Там Зильбермар с голой жопой, блядь, ходил. Тому человеку, блядь, извини, жмель, блядь, мне странно, что тебе это нахуй на пальцах надо объяснять. Погром засирал эту сходку, блядь, несколько месяцев, блядь. Говорил, что будет говно и полная хуйня. Каждый раз. Он, блядь, меня пригласил и нес эту хуйню 4 часа, блядь. Я думал, там прямо всех нахуй послать еще. Понимаешь, я не случайно вчера на стриме сказал, что ты когда отпускаешь людям какие-то маленькие абсеры, они не замечают, что они обосрались, блядь. Они не делают никаких выводов. И они обсираются дальше и дальше и дальше. И потом, блядь, заполняется комната калом и им пиздец. То есть, ну вот в этой ситуации как бы, ну типа все. Как бы типа кислорода нахуй не осталось. Ну типа все пока, блядь. Потому что по факту уже на совместном стриме я мог бы их нахуй, блядь, послать. Уже тогда, блядь. Ну слушай, Анатолий. Уже тогда они вели себя как полные гандоны. Я слышал, твоя армия. Уже тогда была вероятность, что, блядь, хуй знает. Может все реально пиздой пошло бы. Ну нихуя не пошло пиздой, блядь. Серьезно. Серьезно. Вот я могу привести пример, вот что реально вот не сработало, да? Блядь. Наклейки на бутылках с надписью виски из моей пиписки не того размера. Вот это вот масштаб проблем, которые были на сходке. Вот недочетов финальной версии, да? Ну не, ну еще донатить было нельзя. Ну да, нельзя было даже... Это побольше, я считаю. Смотреть, как... Задонатить на платные сходки. Не было возможности заказать музыку, не было... За деньги. Да, не было... И посмотреть... Вот главное, мы реализовали главное, пятое правило. Посмотреть, как другие люди фотографируются с Анатолием, заплатив за это деньги. Но это было реализовано. Я и говорю, это было выполнено. Да, да, да. Это вот режим дикой собаки, да. Ну в общем, то есть не было возможности заказать музыку, не было вывода нанатов на экран, это все анонсировалось. Это действительно проблемы. Никто этого не упоминает абсолютно, потому что если упоминать это как недочет, блядь, ну это не создает эффекта того, что сходка провалилась, понимаете? Потому что цель, блядь, погрома, это просто тупо обосрать как бы сходку. Да, ты же сам вспоминал про то, что... Скиньте мне, пожалуйста, блядь, запись с охуительной, блядь, боярской думы. Потому что, ну типа мне вменяют, что вот мол как бы почему-то там погрома не по... Скиньте, там, наверное, все настолько божественно, блядь, было и интересно, пиздец, что как бы просто обосраться. Скиньте, вот где можно посмотреть, как выглядела эта хуйня. То есть мне любопытно, потому что я видел там интервью с какими-то бородатыми хуисосами в стиле, блядь, там, Царьград ТВ или там, я не знаю, в телевизионном, короче, стиле, которое, ну, было бы унылым калом. Где вот саму именно сходку можно посмотреть? Хотя бы в виде фото. Поскидывайте мне, блядь, динчика. Когда тебя спрашивали о том, почему Егор не придет, ты ответил о том, что Егор сказал, что если это будет сходка, то, типа, наполовину с ним. То есть в итоге выяснилось, что, ну, типа, что половина гостей от него, в итоге выяснилось, что Егор просто ответил, что если я соглашусь прийти, это, ну, типа, обрисуют таким образом. То есть он сам этого не хотел. То есть получается, что, ну, ты немного неправильно воспринимаешь то, что он пишет. Выяснилось, он написал мне, короче, буквально вот, что он мне написал, это было, что если я соглашусь пойти на сходку, то говнов везде будет носиться, блядь, с тем, что, как бы, будет погром, да, придет Егор, блядь, и половина зрителей придет от Егора. Я, блядь, сейчас про это вообще забыл, нахуй ты меня. Ну, он и не требовал этого. Я это сейчас вообще не увидел. Сказал, как будет. Спасибо, ты мне напомнил. Можно я скажу? Ты его трактуешь совершенно не так. Я еще раз повторюсь, что речь про пиздеж. Он пишет в личку одно, у себя на стриме говорит другое. Анатолию он пишет, что это, типа, я буду выебываться, что я, блядь, пригласил самого погрома, блядь, в рот я его ебал на минуточку, да, это раз. А своим, блядь, на стриме он рассказывает, что я собираюсь его избить, блядь, вместе с охраной. И поэтому с ним придут бояре его защищать, и для того, чтобы нас всех спасти. Да не было этого написано. Астропролития, не перебивай, блядь. Где тебя учили, блядь. Ох. У меня, блядь. Почему ты все время перебиваешь, блядь. Вот, кстати, привели это кусок из поста Егора. Если это то, как вы себе себя представляете, то вперед из песни и прощайте. Ну, пошел нахуй, говноед, блядь. Ну, хуй, иди хуй, соси, блядь, просто. Пизвуй, блядь, куда хочешь. Блядь, на все четыре стороны, серьезно. То есть, мне намного легче. То есть, блядь, последний совместный стрим было высиживать очень, блядь, сложно. Я имею ввиду стрим на Явонном, блядь, канале. Это был полный пиздец. Это была полная хуйня. Было хуйло тяжко. То есть, из-за того, что они говорили, а не из-за того, что, например, весь стрим был посвящен донатам от одного человека. Стрим, блядь, начался задолго до донатов, если что. Прямо с заявления, что сходку надо сорвать, блядь, любой ценой. С заявления, что сходку надо сорвать. Цитата. Это цитата буквально Егора. Ну, это, конечно, типа юмор, шутка, постирония, всякое такое, блядь, как бы, восьмой уровень. Но по факту, как бы, ну, он, по сути дела, делает все, чтобы насрать специально. Еще одна шутка, это предложение мне 150 тысяч рублей за то, чтобы Анатолий облили мочой. Тут у кого-то претензии, значит, про мою агрессию. Я напоминаю, да, 10 минут назад было сказано, там, мы шутили, мы шутили, 6 марта, когда тоже говорили. Охуенные шутники кругом. Кругом охуенные шутники. Но я повторю то же самое, что я сказал апостолу. Достаточно будет одного человека, который не шутит. Ровно одного. И смешно быть перестанет. У вас, по-моему, было мероприятие, где человек в реанимацию уехал, да? Было. Как вам после этого? Вы как, признаете какую-то ответственность за это, нет? Ну, не я организовал это мероприятие. Ну, конечно, признаю, конечно, признаю более того. Ну, не я, во-первых. Во-вторых, тот человек, с которым мы это, собственно, оговаривались, попал в итоге в стоп-лист. Не за это, кстати. И почему-то было сказано, что тот факт, что... Я о другом говорю. У вас мероприятие, человек поехал в реанимацию и чуть не умер. Вы, наверное, рекламировали это мероприятие, звали кого-то куда-то, занимались, как бы общением с организатором, как там все будет, нет? Зато кринжа не было, ребят. Охуенно все. Кринж он есть всегда. То есть тут вообще никто ни с чем не спорит. Вот так ведь. Егор сказал, что кринж есть только на нашей исходке, блядь. Он не говорил, что он есть только на вашей исходке. Более того... А что он не засирал другие исходки тогда? Ну, не знаю. Если сравнить уровень помпезности... Наверное, потому что со сходок людей, которые 50 зрителей только набирают, нельзя похайпить свое говно. Он вон фильм сейчас делает как раз. Я, между прочим, не делюсь своим охуительно ценным мнением по поводу фильма Егора, блядь, и так далее. Потому что, ну, типа... Отбросим в сторону, что мне... Но, в принципе, госпожа им в лесах это сексуально. Я не квалифицирован. Да? То есть мне как бы... Мне неинтересно... Ну, у вас тут будут разногласия по этому поводу, к сожалению. Мне и неинтересен их фильм, и, блядь, как бы мне и сказать содержательного нечего. Какого хуя они про мою сходку пиздят, блядь? Какого, блядь, хуя? Повторюсь, опять-таки, ты когда все делаешь правильно, никто не замечает, что делаешь правильно. Стоит только один раз выебать овцу. Первый момент. Второй момент. Когда ты прощаешь всякую мелкую хуйню людям, они тебе в итоге на шею садятся просто. Становятся ебанными паразитами. Идут нахуй, блядь. Я не намерен, блядь, вот за каждым обосранным ребенком, как бы, блядь, из моего окружения бегать им жопы вытирать. Ну, пусть пасутся сами в своей этой хуйне. Желаю просто удачи, долгих лет жизни, блядь, живи вечно. То есть, тут все, как бы, ну, просто, как бы, ну, идут нахуй. То есть, ну, блядь, мне больше сказать нечего. Зрители нас рассудят, короче. Любой, на мой взгляд, любой человек, который, в принципе, может, умеет читать, может, хотя бы в какие-то социальные интеракции, хотя бы на моем уровне, блядь. То есть, он, блядь, прочитает это нахуй. И поймет, блядь, вот это, так, как я понял, это я. Да, если вы, блядь, собутыльник Егора, нахуй, возможно, вы как-то по-другому это, блядь, поймете. Это ваше, гебать, блядь, вас в сраку проблема. То есть, я считаю, проблема, вот, понимание этой хуйни, проблема в вас. Как бы, в аспекте понимания, блядь, этого поста. Я бы, потому что, на мой взгляд, блядь, ну, любой, блядь, человек, если не предвзято посмотреть на эту хуйню, то, блядь, будет понято так, как понял это я. То, что вам поднастирает Егор. Я имею в виду пост, блядь, его будет проинтерпретирован не так, как это понял ты, что он оценил, блядь, это как фрик-шоу, да, мол, ну, фрик-шоу, это же жанр, название жанра, правильно? То есть, да, то есть, знаешь, когда говорят, это был ужас. Например, имеется в виду сравнение с жанром. Это жанр такой, правильно? Направление. Понятно, что Егор не комплиментарно отзывался, но... То есть, когда говорят, это цирк, правильно? Цирк. Это весело, это же замечательно, блядь. Когда тебе есть, блядь, сказать, ты клоун, блядь, как бы, нахуй, заебись, блядь, благородная профессия, ебать. Хуесосы, кстати, замечательные люди, мы их одобряем, блядь. Но Егор, блядь, шлют. Ебут друг друга в жопу, соснут другу другу. Такой момент есть. То есть, ну, просто... Продолжается. Охуеть, может, да будет продолжаться, мне вообще поебать. То есть, я, типа, я не ищу никакого нахуй больше сотрудничества, блядь, с Егором. Пошел он в пизду. То есть, то, что было там запланировано, отменяется нахуй. Нахуй идет, все. Абсолютно. Вот, а в будущем, как бы, ничего, блядь, не будет. Ни там стримов, ни хуимов, блядь, ничего. Потому что я, блядь, слишком, слишком долго давал возможности как-то этой ситуации вырулиться. Мол, типа, блядь, постирония, блядь, там, как бы, ну, типа, блядь, ну, какие-то края знать надо, блядь, ну, в какой-то момент-то надо, там, сдать назад, например. Как-то переинтерпретировать ситуацию, да, ретроспективно, так сказать. Не, ни хуя. Петух реально вообще ни хуя не понимает, блядь. То есть, даже приблизительно. То есть, просто, вот, абсолютное отсутствие какого бы то ни было понимания того, что происходит. На межличностном, блядь, уровне. На организационном, нахуй. Не понимает, что он делает, блядь. Либо не понимает, что он делает, да, как, 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 как комедийное лицо. Либо подсирает нарочно. Я не знаю, он либо идиот, либо гандон таким образом. Так или иначе, я, как бы, вот, с этим, блядь, человеком Шрёдингера, нахуй, я заканчиваю, как бы, все контакты. Мне неинтересно это больше. То есть, это пиздец полный. Ну, я, я не знаю, у нас сколько было, вот... Пишет, а ты не думал, что с людьми нужно обсуждать то, что ты им прощаешь. И просить так не делать больше, например. Я ни хуя не прощаю, блядь, никому и никогда. Я говорил, там, проигнорировать и так далее, да. Не лезть в залупу, я это имею в виду. То есть, на стриме я вообще ни хуя не говорил про их божественные, блядь, комментарии. То есть, и то, блядь, мне, как бы, мне лезли в залупу потом, блядь, наши общие знакомые на тему того, что я невежливо говорил с госпожей, блядь, всем. Пошла она нахуй, блядь. Кто она мне, блядь, такая, нахуй, блядь. Кто она такая мне, блядь? Какие ее в пизду ебать заслуги, блядь. Какие у нее, блядь, регалии. Кажешь, я, блядь, как-то по-особому должен, блядь, с ней говорить. Идет она нахуй, блядь. Пиздец. А она тебе что сделала? Это даже не ее пост был. Ну, блядь, посмотри хайлайт. Это уже потом было. Ну, а я говорю уже сейчас. Только что. Прошла секунда. Ну, две, ну, три. Уже четыре. Теперь пять. Хайлайт вышел утром. То есть, то, что было ее комментарии. Прошлый мой стрим шел одновременно со стримом, на котором она говорила эту хуйню, мне ее постили в чат. В реальном времени. То есть, единственное, что, ну, у тебя может быть претензия на тему того, что я, как бы, на слово верил всем, кто пишет в чате. Ну, я-то оказался прав, что верил. Они, блядь, просто тупо стенографировали то, что она говорила на стриме, как выяснилось. Вот, тут пишет. Егор и его жена исключительно доброжелательно к тебе относились и вроде относятся до сих пор. Нахваливали тебя постоянно и максимально добры были. Я не понимаю, как они должны были понять, что тебя задевают шутки про срыв сходки. Там дело, блядь, не только в шутках про срыв сходки. Там дело в общем непонимании, блядь, наличия краев, каких бы то ни было. Так, а ты обозначил, что, типа, вот, все, вот тут нельзя, вот это, вот это ни в коем случае. На стриме. Публично, да? Обозначить, что нельзя. Ну или имя. Я могу обозначить, что нельзя. В любой момент, блядь. Зови меня, я приду и всем нахуй обозначу, что нельзя, только никому не понравится, блядь. Вообще никому, блядь. Так, пишут насчет текущего отношения. Это предположение просто, если что. Я не смотрел стримы, не в теме того, что они там говорили. А, окей, хорошо. Кроули, мы можем в личке посмотреть просто вот по порядку. Тот стрим. Еще стрим, блядь. Почитать всякие камеры, во всякую хуйню и так далее, блядь. Можем просто созвониться в индивидуальном порядке, блядь, я тебе все объясню. Сейчас, блядь, я типа не буду на, как бы, на своем стриме открывать, блядь, стрим погрома с запрещенными словами и анализировать его. Больше у меня его контента на канале не будет. Я сделаю список каналов, с которых нельзя заказывать мне видео. Добавлю его в правила. Я не буду, буду забирать деньги, не буду смотреть нихуя. Будет прописано в правилах специально. Пока не прописал, можно заказывать. Насчет погрома и прочего, я просто вообще не следил последние, там, двое суток за тем, что в интернете происходит. И немножечко не понимаю, что, блядь, произошло. Потому что, ну, сходка, в принципе, она удалась. Все было очень хорошо и со стороны организации, со стороны участников. Погром мне, в ходе сходки в личку срал, блядь, в Дискорде. Типа, ну, ты же понимаешь, что хуйня, блядь, и так далее. Как бы, напоминаю, это вот, пока сходка шла, чувак, которого на ней не было, блядь. Мне, типа, поясняют, что, ну, хуйня, говно, блядь, как бы, ну, че там, как там. Блядь. Я пишу, ну, блядь, ну, три человека пришлось, едим, жрем сельдерей, блядь, со сметаной, нахуй. Типа, все обосралось. То есть, как бы, он решил, что так и есть. Не, он, наверное, подумал, что сходка была это, когда мы тебя встречать в аэропорт поехали. А, наверное. Он не понял, что это шутка была. В общем, может быть. Мне кажется, он сам не разобрался. На данном этапе я уже, блядь, ничего не удивляюсь. То есть, ну, наркотики, штука, блядь, такая достаточно тяжелая. То есть, не пожелаешь врагу, блядь. Вы, скорее всего, опять друг друга недопоняли. Или он, блядь, взял инфу, вот, с какого-нибудь двача, блядь, или еще откуда-то. Просто вот все. Да, и поверил, двача, авторитет. Вопрос аналогичный, такой же, как и с Василом. Что его побудило поверить сразу, сходу, анонимным постам хуй знает где? Как это работает? Почему это не всегда происходит у людей? Можешь задать вопрос? Я тебе так скажу. Почему, когда человек видит рандомную хуйню, написанную где-нибудь, он не воспринимает ее сразу как факт? Минутку. Я поясню. Почему случится, чтобы человек воспринял без эмпирических пруфов, да? Без эмпирических, либо формальных пруфов, значит, какую-то пиздоболю как факт. Ты понимаешь? Где Шуша? Где моя героиня? Да Егор вообще там про другое писал. Можно Шушу в чат. Вы все равно, мне кажется, друг друга не поняли вам. Ну, мысли в Дискорд. Вот и все. А, в Дискорд? Чуша, заходи в Дискорд. Она не хочет, я тебе понял. А, ну ладно. Теперь я предлагаю. Не рукай. Шуша, у тебя там фотка в подарок от меня. Зайди в чат, скажи несколько слов. А то я тут рассказываю, как ты меня выисочил. Может быть, я вру. Нам вообще писали про то, что Васил на сфотке был, и что он ушел вместе с апостолом. Я очень рад, блядь, что писали. Охуенный, охуенный фана, два чекста. Я думаю, что Васил как бы с его интеллектом хотя бы здесь-то понял, что они напиздели и он сам на сфотке не был. То есть как бы... То есть я уже хуй... Потому что я уже хуй знает, что ожидать от людей. А может, как бы в бойцовском клубе? В смысле, ну Васил не писал же, что он придет. Я не понял, к чему сейчас... Что сейчас было сказано, я не услышал. Можешь повторить? Не, все-все охуенно. Типа... Нет, кто-то это написал? Мною было сказано, что я надеюсь, что Васил действительно понял, что его самого на сфотке не было. Господи. Не, ну... Господи, окей. Все-все нормально. О, Шуша. Марго, Марго, короче, это вот не моя война, но я считаю, что вам надо именно лично поговорить с погромом. Не через хайлайты, блядь, пасты и еще какую-то хуйню. Я не хочу с ним говорить. Я просто не хочу с ним говорить. Но не хотел тебя... А можно узнать, нахуя с ним разговаривать? Блядь, потому что он, скорее всего, сам нихуя не понял. Блядь, а какого... Почему люди постоянно говорят, типа, он не хотел тебя обидеть, она не хотела тебя обидеть, я не хотел вас обидеть и так далее. Блядь, от этого хуже. Если он реально хотел меня обидеть, это троллинг называется. И к этому мы привыкли. Это похуй, блядь, когда ты хочешь кого-то обидеть. Когда ты искренне творишь какую-то хуйню, блядь. Не пытаясь никого обидеть, блядь, специально. И это совершенно другое. Напоминаю, почему Кузьма свинья, блядь. Мы сейчас говорим про, в принципе, вот... Аутентичность, да? Вот верность традициям. Блядь, как вот маргинал скатился, нахуй, да? То есть все, блядь, поменялось, пиздецко. Никогда такого не было. И вот опять, да? Кузьма, когда посоветовал снять видео про гомункула, он абсолютно серьезно посоветовал, блядь, мол, заебись, это рекомендация. Бустанешь просмотры, может быть, бустанул бы, хуй знает. Это, возможно, дельный совет, чтобы бустануть просмотры. Да, безусловно. Но я вполне закономерно улетел на Луну от этой хуйни. Надо ли объяснять, блядь, почему, блядь? Может быть, и это надо как-то разложить, блядь, там, я не знаю, диаграмму нарисовать какую-то? Я считаю, надо сезонить. Через Хованского, блядь, помиримся, да. Нет, через этого, блядь, снизиться. Это просто мое мнение о том, что тебе с ним надо переговорить, потому что его, скорее всего, просто опять же дезинформировали. Вот и все. О, блядь. Его дезинформировали пиздец. Так, Алистер Кроули, 100 рублей. Что должен был сделать твой товарищ, чтобы ты его потом куесосил, как куесосил погрома? А если он изначально товарищем не был, и никаких нормальных отношений не было, то наху я его вообще было приглашать, учитывая, что есть лимит по гостям, 10, и очевидный конфликт с продюсером. Если он не трахнул твою бабу, то это очень недостойное поведение. Ну, во-первых, если кто-то трахнул твою бабу, то в этом, блядь, участвуют два человека. Ну, может быть, ты еще смотришь, то есть это всякие нюансы, может быть, третий. Но два человека, в принципе. Тот мужик и твоя баба. То есть тут еще для мужика есть послабляющее обстоятельство, что эта вина делится на двух людей. Если он довесок к этому не ведет себя как полный мудак, как вот некоторые, да, и не творит какой-то хуйни, блядь, лютой, блядь, вот, то как бы, ну, это плохо, но это, блядь, ну, это все равно, блядь, хуево, но... Может быть хуже. Блядь, бац-бац-бац, нахуй. Вот, да. Так вот, в случае с погромом, ну, блядь, он хуесосил мою сходку. Заранее говорил, что все провалится, что будет полная хуйня, что продюсер будет, как бы, значит, всех... Ну, хуйню, короче, творить, блядь, свою обыкновенную. Мне Сармат говорил то же самое, он говорил-то лично. Он не говорил-то на стриме и так далее. То есть он, как бы, говорит, ну, как знаешь, конечно, но вот когда... Мне тут Мирукай пишет про погрома, которому охуенно нужен мой телефон. Значит, погром идет нахуй. Если он где-то найдет мой телефон, я трубку не возьму. Я с пиздоболами лично не разговариваю. Я с пиздоболами разговариваю только публично. Погром у меня на глазах пиздел про то, что он ответил Анатолию. Он пиздел про то, что я про него сказал. Он пиздел про то мероприятие, которое мы пытались организовать и организовали. Он максимально ему постарался навредить. Он, блядь, стравливает людей, которые дружат между собой. Это, блядь, как это... Панишер, как это правильно называется? Интриган? Можно так сказать. Ты у Панишера спрашиваешь? А это уголовный термин? Да, я вообще, я сам облотной, да. Не, ну, я проверяю, потому что я... Не знаю. Интриган тоже имеет место быть, да. Ну вот, по-моему, как раз в этих моментах вы накручиваете себе так же, как наш стол накрутил это позавчера. Кстати, да. Это мнение, пожалуйста, имеет место быть. Здравствуйте, Англия. Только мнение должно быть обосновано. Это все заебись, 300 рублей. Уважаемый Жмелевский, хуй ли, блядь, произошло с Василом, чем вызвано его поведение. Хуй ли он теперь один остался в таком глупом положении. Блядь, смотри, на Жмелевского это свалить нельзя. На Жмелевского это свалить нельзя. Даже если бы Жмелевский просто, блядь, специально, как Палпатин, нахуй, подкрадывался и начинал пиздеть как бы про меня всякую хуйню. Вот, блядь, представь себе такую ситуацию, блядь. А все равно должны быть какие-то изначальные предпосылки, исходя из которых человек взял, блядь, и поверил в эту хуйню. Что это за предпосылки? Мне насрать, мне главное, что они есть, и они приводят вот к такому эффекту. Ну я в рот ебал как бы мнение таких людей обо мне. Чем вызвано вот такое мнение обо мне, в свою очередь, хуй знает. Реально хуй знает. Я не знаю. То есть ряд людей как бы не любят меня за мои взгляды. Как правило, это бывшие скины. Как бы. То есть ряд людей... Причем, ну... Я тебя ненавижу. Я тебя ненавижу. Вот. Да, то есть, как бы, ну вот, люди, которые, значит, как когда-то состояли во всяких ультраправых движах. Я тебя ненавижу. И которые не любят меня за то, что я проповедую генетический детерминизм. Ненавижу. Вот. Значит, да, люди, которые как-то имеют свойство довольно хуёво поступать с женщинами, в принципе, они тоже не очень хорошо ко мне относятся, потому что такие люди зачастую являются рефлекторными феминистами и так далее. Да, госпожа М, не женщина. То есть, как бы... Да, она уже рыба, скорее. Парк. Ну, она на полпути, это же тень над инсмутом, ты лицо видел? Вот. Значит, как бы... Ну, хотя она очень сексуальная, на самом деле. Госпожа М, это Фредди Меркри, когда он спидом заболел. Хуя ли что? Мазер. 10 из 10, блядь. Огуречный примат, 100 рублей. Погром не может оценивать качество мероприятий. Не этого конкретно, а вообще. Он потерял право говорить о кринже, когда он снял и смонтировал видео с охуительнейшей подачей, от которого ебало сжимается, как от съеденного ящика лимонов. И посчитал, что это хорошо, и возрадовался, и заказал еще на просмотр это. По тройной очереди, напоминаю вам. Ну, то есть, получается, по четверной, потому что у меня третья очередь, четверная. Точка, 100 рублей. С Василом ситуацию уже обсудили. Он решил, что после того, как решение о континентальной блокаде Марго было принято коллективно с Ижмелем и другими, его все кинули, так как вы перестали ставить его в известность о поворотах в развитии конфликта. Даже после братания апостола и оставили его одним в поле воином. Чего? Ким нахуй воином, блядь? Васил нахуй идет. У меня вопрос. Какого хуя, блядь, кого-то надо ставить в известность? Я вот пытаюсь понять. Какого хуя кандидат философских, блядь, наук, специалист по аналитической, блядь, философии, формальной логики и так далее? Блядь. Честь и слава ему, ебать. Ну я отвечу. Не может просто проанализировать, блядь, входящие данные. Что вот он получил в качестве данных один абзац пиздоболия, блядь. Нельзя просто вот на нее посмотреть и, ну, может быть, там какой-то процесс верификации должен пройти. Че-нибудь такое. Или, блядь, хуй с ним, какая разница? То есть, ну я понимаю, что для Васила главная сходка это, блядь, вот с Иисусом, которая, блядь, там в конце жизни происходит, на все остальное в принципе насрать. Ну, блядь, я, я не знаю, ну, ну ок, ну такие ориентиры в жизни. Ну не видно там было, Марго, я смотрел, понимаешь? Че-то смотрел. Не видно. Ну ты ж про меня говоришь, как из-за аналитика. Фильм какой? А, про аналитическую философию это про Василия. Я думал, это я. Блядь, а знаток отец. Сука. Ну, кстати, шутка смешная, честно скажу. Я, я понимаю, что шутка смешная, но типа, блядь, я как бы не в состоянии ее сходу прорубить прямо сейчас. Ээээ, да, охуенно. А сейчас танцуем. А сейчас танцуем. А сейчас не плати. Не плати мне деньги.